Во всем мире аукции готовят пилотов в целях получения пересвидетельств. Только аукции. Мы кое-как это перестроили хотя бы в документах, что написали, что у нас тоже только аукции готовят. Но по факту дают это разрешение только аукциям при госчемных заведениях. Мы не сможем сдвинуть этот пласт. Тем более, что мы рассматривали данный вопрос на АВТ недавно. Вот в следующий год 700 пилотов. Я не говорю о тех же проблемах, в которых сегодня пилоты застряли. Вы имеете ввиду вертолетов или самолетов? 700 из них аэрофлот заказал на следующий год 3035. Это потребность 700? Это то, что ему кровь как и нужно уже по плану. Но остальные не знаю, что достанется. То, что там запланировано еще 100 пилотов из Омска, это максимум, что они на что сегодня готовы. Мы не понимаем. Это вопрос ставить перед правительством. Уже Минобор уже то склонен к тому, и мы с ними встречались, о том, что мы не понимаем, что такое высшее учебное заведение и что такое подготовка пилотов. И что мы вообще финансируем. Потому что сегодня эти учреждения, которые готовят пилотов у нас, они висят на балансе государства, висят на балансе Минтранса. Это единственное министерство, которое от Минобора получает деньги на финансирование своих учебных заведений. И на недавнем совещании таком, где проводилось совместное заседание образовательных учреждений Минтранса с присутствием Миноборова, он сказал, что мы вам выделяем 12 миллиардов и мы не понимаем, куда вы эти деньги тратите. Но в мире такого нет. Коммерческих пилотов спокойно готовят все работы.